Сейчас я нахожусь в самом центре Еревана, и я бы вам хотел показать один контраст, в котором мы живем, поскольку он очень и очень показательный. Это центр города неподалеку от улицы Арама. Вот посмотрите, какое безобразие. Хижина уничтоженная очень и очень давно, судя по всему. И рядом с ней вот эти высотки. Дорогущие высотки, которые стоят сотни тысяч долларов, если не больше. Вот посмотрите, в каком контрасте мы живем. И посмотрите, какое количество мусора. Просто свалка посреди города. Я не просто так на это обращаю внимание, потому что в таких контрастах наш народ развиваться просто не может. Мы не можем быть безучастны друг к другу и не можем позволить себе пир во время чумы. Когда в центре города такое количество мусора и разрухи, а рядом возводятся высотки и продолжают стройку элитного жилья, это говорит о том, что у нас в обществе неправильные приоритеты. И их надо, конечно же, менять. Я специально не называю улицу, где это. Потому что местные про это знают. И на самом деле называть не имеет смысла, потому что в центре города вы можете найти немало таких точек, где богатство, сверхбогатство пересекается с нищетой и равнодушием. Грустно от того, что за последние несколько десятилетий армянский правящий класс так и не научился прямо формулировать проблему, так и не научился прямо ставить вопросы перед теми силами, которые публично называют себя союзниками Армении и миротворцами в Арцахе. Да, это очень прискорбно. Прискорбно, когда госминистр Арцаха Рубен Варданян в интервью говорит о том, что акция бакинских террористов является ударом по российскому воинскому контингенту в Арцахе. Я хочу спросить у господина Варданяна. Есть ли у него информация о том, что российский воинский контингент испытывает проблемы в снабжении, которое сегодня осуществляется через территорию бакинского мини-султаната? Насколько мне известно, публично нет никакой информации по этому поводу. Баку не блокировал снабжение российского контингента в Арцахе. Однако, Баку полностью заблокировал стратегическую трассу Степанакерт-Горис, через которую осуществляется снабжение Арцаха. Поинтересуетесь у генерала Волкова, есть ли у него проблемы со снабжением? Я думаю, что их нет. Ведь это же интересно. Я думаю, что генерал Волков многое может вам сказать. Например, он мог бы вам объяснить, как так получилось, что в зоне ответственности контингента огромное количество автомобилей, техники, людей, которые попадают с подконтрольных Азербайджану территорий. Но они же не с парашюта падают на эту самую трассу. Они же идут через те КПП, которые были установлены российским контингентом. То есть их кто-то пропускает в эту зону. И люди там постоянно чередуются, меняются. Есть ротация. То есть они получают полную поддержку. Как минимум, они не получают, не встречают никакого сопротивления со стороны российских военнослужащих. Которые фактически не исполняют взятые на себя обязательства. Зачем вы, господин Варданян, и ваше правительство занимаются адвокатированием российских военных? Я уверен, что они сами способны себя защитить. Мне также интересно понять, куда пропал так называемый премьер-министр Армении Пашинян. Где он? Разве не Пашинян подписывал так называемое совместное заявление с Путиным и Алиевым? Вы просто вдумаетесь. Вы можете мне найти в истории международных отношений хотя бы один пример, когда земли одного государства сдавались другому государству, государству-агрессору, по совместному заявлению? Вы не найдете таких прецедентов? То есть, когда Пашинян нужен, когда Пашиняну нужно подписать и что-то отдать врагу, он тут как тут. А когда Пашиняну нужно задать вопрос генералу Волкову или задать вопрос Путину относительно того, что происходит на стратегической трассе Степана Киртгуриз, Пашинян молчит. Где он? Это совершенно безответственное поведение. Но спрашивать сейчас, вот в этот момент, нужно со всех, не только с Пашиняна, не только с Арутьюняна. Со всех. Где международная пресса, которая должна быть привлечена властями Армении в первую очередь? Где она? Почему она сейчас не находится там, где должна находиться? Почему там только бакинские камеры? Почему там только бакинское телевидение? А где армянское телевидение? Где арцарское телевидение? Почему до сих пор ненасильственные акции протеста не проводятся? Ни со стороны официального Степанакерта, ни со стороны официального Еревана. Почему нет народных шествий? Почему нет акций гражданского неповиновения? Почему Баку проводит эти акции в зоне ответственности российского контингента, а армяне не проводят эти акции? Вы чего боитесь? Почему вы засунули свои головы в песок? Вам отступать некуда. Если враг получит Арцах, далее он не остановится на Сюнике. Он придет и заберет Ереван. Вы нигде не спрячетесь, нигде не скроетесь. В конце концов, почему за вас всех должен отдуваться Артак Бегларян у офиса ООН в Ереване. Вам вообще не стыдно? Не спрячетесь, Увидимся. Только из-за Хочется Хочется Продолжение следует...